Для начала разберемся с общей концепцией инстинктивного поведения в эко-олгах. И для этого давайте попробуем с вами вот какую модель рассмотреть. Охотничье поведение у волка. Так? Отлично. Вот у нас на некотором участке территория волк проснулся с утра, он голодный. Скажите, пожалуйста, первые свои действия, вот он пошел на обувь, да? Первые свои действия он будет осуществлять на основе врожденной программы или нет? Или на основе личного опыта, системы приобретенного знания при жизни? А почему нельзя для всех волков создать единую врожденную программу? Что делать после момента пробуждения, чтобы открыться? Да, ребят, не в одной здесь дело, а совершенно другую вещь, прошу вас. Да, разумеется. У вас есть две одинаковые территории на свете? Нет. Это в Москве все улицы похожи друг на друга. Так? А вообще-то в самых разных местах обитаниях может каждый конкретный волк жить, да? Поэтому нельзя создать никакой такой общей для всех врожденной программы охоты. Он как-то учился в течение жизни и дальше продолжает учиться всю свою жизнь. Так? Хорошо. Значит, поэтому попробуем графически изобразить события, которые будут происходить при этом. Проведем одну, если это просто очень время, на ней будем откладывать минуты, десятки минут, часы и так далее. Чем дальше по этой оси, тем больше времени прошло. Вот это момент старта, начала охоты. Ну а теперь, я нанял тысячу помощников, и все мы, тысяча один человек, заняли наблюдательные посты, издали в бенокле, наблюдаем за каждым своим просыпающимся волком. Ну и как по-вашему, здесь очень важный есть один момент. Слово нормальный и ненормальный слышали, конечно, все. Ну-ка, давайте попробуем определить, какое поведение является нормальным поведением, а какое не является нормальным. У кого какие идеи? Какой цвет волос является нормальным, а какой ненормальным? Какой рост является нормальным, а какой ненормальным? Большинство именно так. Берем 10 тысяч людей, смотрим, как у них обстоит с этим признаком и вычисляем среднее значение. Вот это среднее значение и будет так называемая идеальная норма. Значит, если вариант, который есть у какого-то другого человека, не очень сильно отличается от среднего значения, то его продолжают считать нормальным. А если это отличие очень резкое, в очень большой степени, это не нормально уже будет. Границы нормы и патология. Для того, чтобы разобраться, в каком месте люди проводят эти границы, надо немножко разобраться по старшим в школе с математической статистикой. Сейчас на математике статистику вроде как стали проходить. Статистику и основу теории гороляхности. Причем где-то достаточно рано в классе, по-моему, в седьмом или в восьмом. Да. Вот если немножко поразбираетесь, то поймете, как отличить нормальное от ненормального. Здесь мы этим с вами заниматься не будем. Так? Но, зачем я это говорю? Есть у нас на нашем графике еще вот такая вертикальная. По ней, что мы будем отличать? Ноль по этой оси, вот эта точка, вот в которой прямое время не идет, да? Это мы будем считать нормальным поведением. Вот у меня есть тысяча зверей, за которыми мы одновременно наблюдаем, да? Нормальное это какое? Это то поведение, которое характерно для подавляющего большинства из них. А если данный волк, там я не знаю, дузик, вопик, демонстрирует поведение, сильно отличающееся, так? То это ненормальное. Степень отличия будем откладывать по этим оси. Вот это, допустим, средняя скорость движения, вот это более медленная, чем в среднем, вот это более быстрая, чем в среднем. Ну и так как? Значит. Хорошо. Волки встали и вышли на охоту каждой в своем месте. Повернут ли они все обязательно на северо-восток в 12 градусов в 31 минуту? Нет. Значит, каждый повернет туда, куда ему нужно, исходя из его личного опыта, так? Будет ли это поведение у всех одинаковым или очень разнообразным? Очень разнообразным. На первом этапе разброс возможных вариантов поведения очень велик. Отлично. Как положено, когда ситуация изменится? Когда впервые возникнет момент, во время которого поведение всех волков, где бы они находились, станет очень похожим. Хорошо? Да, лучше. Ого. Размечтались. Волки не в универсалку. Что? Чтобы получить добычу. Волк, хищник, преследователь. Да, прошу вас. Догонять добычу. Ну, хорошо. Встал вот здесь вот и сразу стал догонять добычу. Выйдет или не выйдет? Спрошу вас. Заметил. Заметил добычу. А что значит «заметил» для волка? Учил. Что учил? Саму добычу? Запах. След, след взял, след. Запах в воздухе будет держаться очень недолго. А запах на земле? Да. Много дольше. Значит, вот в тот момент, когда руки наткнулись на свежий след, они поведут себя более-менее одинаково. Как? Они его будут исследовать. Надо выяснить, используя свои волчьи навыки, какой зверь прошел, как давно прошел и куда пошел. Значит, вот с этого момента, начиная, поведение остается таким же разнообразным или становится значительно более средним? Более средним. Более средним. Если ситуация определена как подходящая добыча, то дальше начинается преследование. Во время преследования будут ли они далеко отходить от следа, от запаха? Нет, не будут. Совершенно определенные действия. Но поскольку преследование совершенно в разной местности, то будут ли эти действия уж такие строго стереотипные, у всех одинаковые. Нет. Поэтому, начиная с вот этого момента, у нас снизился размах, разнообразие. Хорошо. Следующий момент. В какой момент дальше пойдет сужение? Еще более однообразным действием станут. В тот момент, когда по следу нашел точку, из которой добыча видна. Увидел добычу. Почему важно? Пока шел по следу. Повторял всю траекторию движения. Ну вот добыча шла вот так, да? Вот так. Для того, чтобы выйти на добычу, волк должен проделать точно такой же путь. Нет. Так, нет. А как он иначе не потеряет след? Он должен двигаться точно по запаху. По запаховой дорожке. А теперь, когда он находился вот в этой точке, он увидел вот здесь добычу. Вот теперь нужно ли ему повторять этот принятие? Нет. Начинается срезание расстояния. Вот так. Начинается подкрадывание на расстояние броска. Так? Вот это действие супер разнообразное. Или сразу можно сказать, как только увидел, все начнут срезать расстояние. Как только увидел, все меняют характер движения. Начинают подкрадываться. Стараются не высовываться выше линии горизонта и так далее. То есть, действие еще более однообразное. Следующий момент. А следующий момент, вот когда добыча меня увидела. Что сделает добыча в этот момент? Добыча. Ага, вот теперь маскироваться имеет смысл? Нет. Нет, вот теперь короткий рывок. Я подобрался там на какое-то расстояние, а дальше я начинаю преследование. Дальше бег с возможной стремительностью. Срезает все повороты маневрирующей добычи. Что с поведением? Остается настолько же разнообразным или еще более однообразным? Еще более однообразным. Конечно, задача стала конкретнее, и вариантов для ее достижения остается все меньше и меньше. Следующий. А следующий момент, если охота движка благополучна, так, схватил добычу. И вот здесь важный такой случай. Как по-важному, все хищные звери будут убивать добычу как угодно или строго определенным образом? Строго определенным образом. А почему? Ну, начинали бы есть сразу. Схватил заново и начиная с ноги ем. Нет. Ну, нога тоже. Она убит человек. А зачем? Она убит человек. Да как же она убежит, если я ее уже ем? Надо сказать, что очень многие такие тупенькие хищники, а из млекопитающих, допустим, кто менее всего блещет развитием интеллекта. Ну, насекомоядное, конечно, ежики, допустим. Вот ежик – существо простое, как валенок. Значит, он никого убивать не будет. Он схватил, немедленно начинает есть. Ну, то есть, там, какая-нибудь лягушка или мышка, она орет, дрыгается, а ежик уже обедает вообще. Значит, более развитые жилые существа почему так не поступают? Не из-за каких-то гуманных соображений. Здесь очень простой практически расчет. Да, прошу. А, если ты говоришь, что, во-первых, добыча может привлечь личника, скажем, сайцы. Это самое главное. Да, а во-вторых, возможно, может привлечь каких-нибудь других конкурентов. А, за счет этой своей сверхактивности может… Ну да, сверхактивности. Да, да, да. Ну, просто на эти сигналы могут среагировать конкуренты. Вы знаете, неплохой ход. Может быть, даже реально может работать. Не знаю, не проверял. Можно посмотреть. Не для всех случаев, конечно, но можно посмотреть. Вот. А первое, это очень важно. Берем пару. Хищник-жертва. Как с вашей точки зрения, любая ли охота хищника, вот каждый вибросок хищника, обязательно оканчивается успехом? Нет, но для тех же самых полков, допустим, в среднем один на десять. То есть на десять попыток кого-то поймать и съесть, в среднем один раз везет, один раз сдается. Все остальные разы добыча уходят. Допустим, там хищник схватил жертву, но жертве удалось вырваться, и она удрала. В ходе этой драки и хищник, и жертва получили травмы. Одинаковые тяжести. Скажите, пожалуйста, у кого больше шансов выжить после этого? А почему у жертвы? Жертва не пользуется, ей не надо догонять себя. В том-то и дело. Жертва, если не погибла после этого столкновения, то дальше, для того, чтобы восстановить силу, надо нормально есть. Жертва – это обычно травоядное существо. Скажите, трава быстро убегает от травоядного, и сильно ли трава дерется? То есть, если жертва даже получила травмы в ходе охоты, у нее есть неплохие шансы восстановить свои силы. Хищник получил травмы во время охоты, но его добыча удирает и дерется. Что с шансами, что он как следует поест на следующей охоте? Ниже. После первого броска добыча ушла. На первый бросок хищник потратил силы? Да. Каждый следующий бросок с какими шансами даст ему еду? Весь шансы. Все меньше и меньше. Поэтому хищники страшно не любят рисковать травмой. Представление о том, что такая совсем уж отвязная рискованность характерна как раз для самых сильных хищников, которые ничего не боятся. Это все чистый Голливуд. Чистый Голливуд. Хищник, который ничего не боится, обречен на вымирание в течение ближайших нескольких поколений. Хищники очень аккуратны. Народ очень осторожный, никогда не будет рисковать просто так, без серьезного основания. Хорошо. Поэтому, разумеется, у всех хищников есть свои фирменные способы обездвиживания жертвы. Чтобы она, не дай бог, тебя не радовала. Совая как будут работать. Ну, я же, что всякую мелочь там, ну, со всякой мелочью, типа мыши, крысы и так далее. Притушить. Притушить. А что такое притушить? Сломать шею. Значит, точно так же даже с зайцем будут работать, допустим. Да? Значит, поднять воздух и резко мокнуть головой. Что при этом произойдет? Голова, эта часть достаточно массивная. Так, здесь череп, мозги и вообще много всего тяжелого. А крепится к позвоночнику, а через позвоночник, к всему телу. Через один единственный позвонок. Позвонок, как называется, атланта. Так, в этом районе, в районе большого затылочного отверстия. Вот отверстие в черепе, через которое головной мозг соединяется с спинным. А вот отверстие в первом позвонке. Вот они. Сквозь этот ствол проходит основание головного мозга. Если резко мокнуть головой, тело осталось на месте, а голова сместилась. Посмотрите, что с основанием головного мозга. Посмотрите. Мозг проходит вот здесь, в этой трубе, внутри. И одна половина сместилась относительно на другой. Что произошло? Разрезы. А в этом месте находится репректорный центр дыхания и репректорный центр регуляции сердца. Это молниеносная смерть. Так? Значит, это называется декапитация. Разрушение продолговатого мозга. Значит, так что, за счет декапитации, с мелочью, конечно, тряхнул как следует, все нормально. С более крупным звенем. Так не выйдет. Ну, какой-нибудь там козу, допустим, или барана, не декапитируешь шею мощную. Да? Что такое задрызть? Ну, перегрызть как бы позвоночник. Позвоночник? Вы когда-нибудь попробуйте сами разгрызть какую-нибудь кость. Понятно, что у него, да, у нас существовало примерно той же массы. Ну, и посмотрите, разгрызание позвоночника. Он сидел над этим, я не знаю, козленком полчаса, пока не перегрыз его позвоночник. У вас был просто артерий. Крупнейший кровеносный сосуд, конечно. Да? Причем лучше, конечно, артерии, потому что в них кровь находится под более высоким давлением, чем бегом. И быстрее произойдет смертельная потеря крови. Дело в том, что артерии в теле любого зверя убраны достаточно надежно и глубоко. Как раз для того, чтобы их не потревожить. В каких местах в телах животных, в том числе и в нашем теле, артерии подходят близко к поверхности. Вот это лучше понимать. Для того, чтобы понимать, где лучше не раниться. Ладони и стопы, которые мы всегда раним, это не так страшно. Прошу вас, барышни. Во-первых, шея. Две крупные артерии от основания шеи отключатся. Вдоль шеи идут к черепу. Сонная артерия. Так? Согласен. По ним кровь идет к голове. Еще? Мозги и поприличные. В районе всех больших суставов. Дело в том, что в районе сустава некуда спрятать артерию. Поэтому страшненькое место совершенно, область под носичные пайты. Здесь совсем близко к поверхности проходит подключичная артерия. Которая толщиной в мизинец. И развивка этой артерии очень быстро вызывает смертельную кровопотерю. Второй вариант. Паховая ямка. Здесь проходит бедренная артерия. Которая еще толще. Нога ведь мощнее у нас с вами. Значит. И еще более страшное последствие. Следующая вариант. Локтевые сгибы. Подколенные. И в основании запястья и предплюсин. Так? Значит. Поэтому хищник будет работать. Ну вот псовая будет работать. Либо с пахом, чтобы до бедренной артерии добраться. Либо с голом, чтобы до еремной вены и сонная артерия. Но выбор здесь велик или не очень велик? Не очень велик. Так что что со стереотипностью поведения? Конечно. Поведение стало очень стереотипным. Отлично. Добыли. Что после этого? Либо оставить на прозамасе и съесть. Нет. Он голодный. Мы говорили. Он с утра стал голодный. Съесть. А теперь смотрим. Можно ли вот с того момента, когда добыли, сразу включать врожденную программу. Все. Вот. Вот она. Еда. А почему? Ну, когда подойдет конкурент, мы отдельно с ним будем разбираться. Мы сейчас пока про питание говорим. Допустим, конкуренты не подошли. Да. Не слышу вас погромче, пожалуйста. А он один находился. Мы не берем сейчас стальную охоту, там значительно более сложную, вы совершенно правы. Но мы берем простой случай. Он один находился, одиночка. В Анталу. А может, вы больше не разжарили? Ребят, скажите, пожалуйста, а жертва обязательно будет лежать в совершенно одном и том же положении. Вот все тысячи жертв легли аккуратненько так, чтобы от них было удобно отпусывать. Что надо сначала сделать? Да даже вы вам, я не знаю, на тарелке дали кусок мяса и картошку. Вы что, будете абсолютно заученным движением, однообразным, да, все это к себе в рот закидывать? Или будете поворачивать так, чтобы вам было удобнее? Да. Это понятно? Так что некоторая настройка, конечно, есть и здесь, но она очень невелика. А вот когда включается уже чисто врожденное, общая для всех, это когда откусил. Вот когда я уже откусил, когда пища у меня во рту, дело в том, что вот эта система органов у всей тысячи волков одинаково устроена. Одинаково. Все с этого момента чистая врожденка идет. Глотательный рефлекс, рефлекторная регуляция работы пищевода, желудка, а затем кишечника, печени. Все пошло перевыкновенно. Значит, народ, обратите внимание, какую картинку мы получили. Если мы ограничим размах изменчивости поведения по ходу любого инстинктивного акта, то можно сказать уверенно, что если инстинкт реализуется успешно, то чем ближе к концу к завершению, тем более стереотипным становится успешно. И вот теперь, очень интересный вот такой момент. На самом деле, волк искал ведь не козленка и не зайца, не доплеченный скал, а он искал вот что. А это что каждый раз бывает? А это ключевые раздражители, сигналы, ориентируясь на которые, так включается тот или иной блок стереотипного поведения. Почему размах каждый раз уменьшался? Включались те установки, которые работают уже на сигнальной основе. Не на основе опыта самовозвейна. Так, начали. Хорошо. А в результате? А в результате можно поделить весь инстинктивный акт на две вот такие половинки. В первой половине. Что с долей индивидуально изменчивого поведения по отношению к врожденному? Да, очень велика доля индивидуально изменчивого. И, соответственно, низка доля стереотипного поведения. Во второй половинке обратное соотношение. Вот здесь уже очень многое определяет стереотипное поведение. Уорренс назвал первую фазу инстинкта подготовительной, вторую фазу завершающей. Мы все долгое хорошо знают, что в анализе поведения срабатывает принцип матрешки. Вы берете большую матрешку, открываете, а что внутри? Меньшая. Взяли эту матрешку, открыли, а что внутри? Еще меньшую. И так далее. Берем завершающую фазу. Так? Скажите, пожалуйста, в течение всей завершающей фазы доля стереотипных форм поведения одинаковая? Нет. Саму завершающую фазу нужно рассматривать как маленькую матрешку. И уже в ней выделить свою подготовительную, допустим, до момента убийства жертвы. И свое завершающее. Хорошо. Взяли завершающие. Начали есть. Можно ли есть? Здесь выделить свое подготовительное, свое завершающее. Первое подготовительное, разворот, ориентация, добыча, а дальше уже откусывание и прокладывание. Глотание, завершающая фаза, совершенно стереотипно. Значит, хорошо, получили мы две такие характеристики инстинктивного поведения. Ну и в конечном итоге завершаясь уже, давайте разберемся вот с чем. Ну, о нашем человеческом поведении. Роль инстинктивных и реприкторных регуляторов. Велика или мала? Или мы вообще все, что как захотели, так и сделали? Ну, ребят, 90% вашего поведения определяется по этим схемам. Да? Причем очень часто вы даже не имеете реального представления о причинах вашего поступка. Вы потом придумываете задним числом причины, объясняющие, а почему вы сделали так или иначе. Так что, разумеется, очень велика. Но здесь есть свои мифы. Допустим, у людей нет и не может быть никакого материнского инстинкта. Материнский инстинкт для приматов вещь не характерная вообще. Эта форма поведения настолько сложна, но вот таких, даже разбитых, врожденных матриц, врожденных именно, формировать не выходит. В конце 60-х, 70-х годов были проведены эксперименты американским исследователям Харлова. Первоначальная задача была очень простая. Пытались определить, что важнее для детеныша обезьяны. Ну, мы с вами один из вариантов приматов. Один из вариантов обезьянов. Так, нам делали брать так называемых суррогатных мам. Что это такое? Ну, вообще, мама, любая мама млекопитающего, если она хорошая мама, что должна делать своим детенышем? Кормить, раз. Защищать. Согревать, защищать и так далее. Чтобы ему было хорошо и лучше. Это есть мама хорошая. Харлова попробовал разделить эту ситуацию на две несовместимые половинки. Он брал очень грубую модельку. Вот такую коробку из стальной проволоки облинённую. Сверху пределу грубую модель головы обезьяны. И вот у него были две такие суррогатные мамы. В эту решётку к одной маме он вот так вставлял бутылочку с молоком и соской. И, соответственно, детёныш мог сюда залезть и наесться, напиться сколько угодно. Так. У второго, рядом стоящего, такого же манегенчика, никакой бутылочки не было. Вот сюда были обмонтированы два инфракрасных излучателя грелки. Так. А сам решётчатый каркас был затянут искусственным нервом. Пушистая мама была. Так вот, и что оказалось? Оказалось, что на кормящей матери детёныш проводят только время кормления. А всё остальное время? А всё остальное время он на пушистый. Слишком важен телесный контакт для всех приматов. Ощущение тела, ощущение тепла, ощущение комфорта. Так. Значит, еда, конечно, важна, но в данном случае просто временной бюджет показывает, что основное это время на пушистый момент. В качестве побочного эффекта от этих экспериментов остались обезьянки, которые воспитанными оказались без всякого участия своих родных матерей. Потому что вот они, у них вот были такие суррогатные мамы. Ну, когда они повзрослели, их вернули в большие вольеры к прочим обезьянам, что оказалось? Оказалось, что у них схлопнулись периоды научения. Я вам говорил про сенситивные периоды. Значит, они просто не понимали, что такое самец-самка, что такое половое поведение, что такое иерархия в стадии обезьяны. Да? На всю жизнь они были совершенно обречены находиться на самых нижних этажах социальной лестницы. Ну, то есть даже более низкие, чем подростки оказывались. А в том случае, если такая обезьянка, воспитанная без мамы, все-таки забеременела, как бывало редко, но вот если она все-таки беременела и рожала детенышем, то она категорически не знала, что с ним делать. Нету врожденной программы. Значит, она относилась к нему как к предмету совершенно постороннему. А поскольку у всех обезьян исследовательская активность развита очень сильно, а как малые дети исследуют окружающий мир. Вот дадите дали новую игрушку. Что они будут с ними делать? Год, два, есть раз, первое, грызть. Грызть делаю очень хорошее и полезное, да? Разбирать, ломать, смотреть, из чего состоит. Так? Ну вот примерно так безмамные мамы относились к своим детенышам. Нет никакой врожденной программы, не только у людей. у обезьян нет, а у нас тем более нет. Все то, что мы получаем, это результат очень ранних наших впечатлений. Сенситивные периоды здесь закрываются очень быстро. Где-то до трех, максимум до четырех лет. Так что, по сути дела, как в вашей семье строилось, примерно то же самое вы дальше будете воспроизводить, когда сами станете большими. существование этих программ пока что вы никакого представления не имеете. Почему? А нет оснований для этой реализации. Они просто сейчас и не могут реализовываться. Хорошо. Вот это мы немножечко с вами поговорили, закончили на таком мифе о материнском поведении. Значит, поведение чисто культурное и социальное. Врожденная основа в виде развернутой врожденной программы, конечно, отсутствует. Продолжение следует...